Представляю вам 10-раундовый бой в тяжелом весе до 90,7 килограмм. Встречайте в синий угол ринга боец из города Филадельфия, Соединенные Штаты Америки, Гарретт Уилсон! Уважаемые друзья, наши поединки сегодняшнего вечера продолжаются. И у нас пара следующих боксеров. Это 90 килограммов 700 граммов, до 90 килограммов 700 граммов. 10 раундов по 3 минуты запланировано в этом поединке. И первый боксер, который будет боксировать в синем углу, это Гарретт Уилсон. Боец, представляющий город Филадельфия, США. Чемпионом в УСБА 2012 года он являлся чемпионом. НБФ 2012 года также он является. У него 18 побед, 12 поражений и одна ничья. 9 побед из 18 он одержал досрочно. Ну, очень опытный боксер. Ему 35 лет. Его рост составляет 173 сантиметра. Надо отметить, это не очень высокий рост для этой весовой категории. Но, надо сказать, с очень сильной оппозицией встречался за время своей карьеры. Этот боксер, Гарретт Уилсон, встречался с такими боксерами, как Александр Алексеев. И в 12-ти раундовом поединке уступил ему судейским решением. Было это в 2013 году. Также в том же 2013 году он поднялся на одну весовую категорию выше. И в супертяжелой весовой категории встречался с Вячеславом Глазковым, которому он уступил также по очкам в 10-ти раундовом поединке. Но также есть у него встреча с Вячеславом Шабранским. Приглашается его соферник, поезд из города Новосибирск, Юрий Кашинский. Ну, а в красный угол приглашается Юрий Кашинский. Это боксер из города Новосибирска. Боксер, который, скорее всего, вы уже видели на ринге. 13 поединков он провел на профессиональном ринге. Во всех одержал победы. В 12-ти своих поединков он добился досрочных побед. В предыдущем своем бою, а он был в июле 2017 года в городе Екатеринбурге, он одержал досрочную победу уже во втором раунде, потряся своего соперника, боксера из Франции. Также мы помним, конечно же, поединки Юрия Кашинского, поединок Юрия Кашинского против Валерия Брудова. И тогда в пятом раунде отказался от продолжения поединка Валерий Брудов. Этот опытный ветеран, в прошлом чемпион мира, вот так он был установлен. Обладает хорошим, мощным ударом Юрий Кашинский. И вот сейчас мы видим, двигается он к рингу. Дебют у него был в 2013 году. И тогда техническим нокаутом он одержал победу. Очень плотный график, надо отметить, у Юрия Кашинского. Это четвертый поединок у него в этом году. Ну и вот такой вот плотный график у этого боксера. Мы видим, он зашел уже сейчас в ринг. Дамы и господа, итак, представляю вам соперника. В синем углу, боец из города Филадельфия, Соединенные Штаты Америки. Ему 35 лет. Рост 173 сантиметра. Профессиональный рекорд. 31 бой. 18 побед, 9 нокаутом. 12 поражений, 1 ничья. Экс-чемпион USBF и NABF Гарретт Уилсон. Его соперник в красном углу, боец из города Новосибирск. Ему 31 год. Рост 188 сантиметров. Профессиональный рекорд. 13 боев. 13 побед, 12 нокаутом. 11 номер рейтинга WBO. 13 номер рейтинга WBA. 15 номер рейтинга IBF. Незнающий поражений. Чемпион WBO Oriental. Юрий Кашинский. Рейтинга Виктор Панни. Рейтинга Виктор Панни. Рейтинга Виктор Панни. Рейтинга Виктор Панни Виктор Панни Виктор Панни Виктор Панни. Рейтинга Виктор Панни. Сосредоточен Юрий Кашинский на джебе. Сейчас все совершенно верно. Надо быть внимательным. Особенно вот здесь вот в начале самого поединка. Рейтинга Виктор Панни. Хорошо. Хорошо сейчас попал снизу, но тут же пропустил сам Юрий Кашинский. И почувствовав этот Уилсон, пошел в атаку. Ох, какие размашистые боковыми бросает Гаррет Уилсон. Но внимателен собран, сосредоточен Юрий. Есть такое достаточно серьезное преимущество в росте. 180 сантиметров, 188 сантиметров Юрий Кашинский. И 173 сантиметра его соперник Уилсон. Такое серьезное преимущество в росте, но ни в коем случае нельзя сейчас пока подпускать на ближнюю дистанцию своего соперника. Начинает за счет передней руки выставлять Юрий Кашинский своего соперника на дистанцию, на удобную для себя дистанцию Уилсона. Хороший удар по туловищу сейчас попал Юрий Кашинский. Снова идет вперед, но натыкается на Джефф Уилсон. Снова, хорошая атака от Юрия. 30 секунд остается до конца первого раунда. Ох, какой размену тут пропустил и Юрий, но мне кажется, плотнее сам попал. Напряженный, очень напряженный первый раунд. И что очень опасно, очень нестандартно бьет Гаррет Уилсон. Вы видели, под какими углами он бросает свои удары. Они летят то немножко сбоку, то чуть-чуть сверху. И тут надо быть очень внимательным Юрию Кашинскому. Ну, я думаю, сейчас тренера сделают определенные корректировки в бою. Ну, а нам показывают повторы. Вот тот опасный удар, крюк снизу справа попал Юрий. И тут же пропустил вот этот оверхенд, такой правый крюк сверху. Обменялись бойцы. И вот снова размен. Очень плотно и тяжело бьет Гаррет Уилсон. Мы видим, очень плотно он сбит, атлетичен. Ну, а у нас второй раунд. В углу подсказывали сейчас Юрию не идти вперед, не бросаться. Быть внимательным. Смотрите, как опять забрасывает эти опасные удары сверху Гаррет Уилсон. Пошел в размен. Сейчас Гаррет Уилсон рискует, идет вперед настроен он. Первый раз за этот поединок пошел немножко назад. Уилсон. Посмотрим, насколько хватит у этого бойца, вот этого пыла идти вперед. Вот так вот. Ох, какая хорошая комбинация от Юрия. И вот тут немножко потряс он своего соперника. Опять размашистый удар слева. От Уилсона. Рефери открывает счет. Нокдаун. У нас второй раунд. И вот эта комбинация закончила ее Юрий Кашинский. Нокдауном. Рефери дает команду о продолжении поединка. Хорошая снова комбинация от Юрия. Но держит ее. Держит ее. Уилсон поплыл. Мне показалось потрясен сейчас. Но тут главное не вымахаться Юрию. Снова попадает несколько ударов Юрий Кашинский. И у нас еще очень много времени до конца второго раунда. Плывет. Плывет. Уилсон. Но остается на ногах. Смотрите, как тяжело поднимается Геррет Уилсон. Очень много ударов он пропустил. Но здесь, скорее всего, была просто потеря равновесия как раз-таки. 40 секунд остается до конца второго раунда. Хороший боковой от Юрия через защиту. Но он потряс уилсона. Несмотря на свое тяжелое положение, продолжает пытаться идти Уилсон. Но сейчас пропустил удар справа. И снова качнулся на ногах. Второй раунд закончен. Потрясающий второй раунд. Надо сказать, что 10 раундов в этом поединке запланировано. И каких два раунда мы с вами уже посмотрели. Нам показывают сейчас Гугл Гаррета Уилсона. Ну, а сейчас нам, я думаю, видеорежиссеры покажут повтор того нокдауна, который мы видели с вами во втором раунде. Вот здесь снизу подцепил Юрий. И закончил левым боковым. Ну, основной, наверное, удар в той комбинации был именно как раз-таки снизу правый. Попускает очень много ударов Гаррет Уилсон. Но пока, пока он держит эти удары. Хотя, несмотря ни на что, он находится в тяжелом положении. Эти удары не могут не сказаться на нем. Дорогие господа, третий раунд! Третий раунд! Снова пошел вперед, бескомпромиссно, Гаррет Уилсон. Подсказывают, подсказывают из угла Юрию Кашинскому, чтобы он не шел вперед, что придет сам его соперник. Его нужно только подождать. И действительно, идет с ударами вперед, даже немножко летит. Снова встал. Встал на ногах сейчас Гаррет Уилсон. Ждет он своего момента. Низко пошел здесь головой Уилсон. Ох, как опасно сейчас бил Уилсон, но видит, видит эти удары Юрий Кашинский. Хорошо защитился он. Снова хорошая комбинация от Кашинского. А вот здесь вот, в Балязи, каждый любой возможностью старается воспользоваться Уилсон. Отличная атака слева. Левый боковой в область песка попал Юрий Кашинский. Выставил, выставил Юрий своего соперника за счет передней руки на удобную для себя дистанцию, но время от времени пытается прорываться Уилсон. Здесь немножко низковато он ударил. Меньше минуты остается до конца третьего раунда. Попал снова Юрий. Попал через блок, но болтануло на ногах немножко американца. Визуально кажется, что так бесхитростно бросает свои удары Уилсон, но очень опасные они. Мы видим, с какой скоростью они рассекают воздух. Отличный джеб от Юрия. Третий раунд закончен. И, мне кажется, этот раунд в пользу Юрия. Как и предыдущий, кстати, в котором он отправил в нокдаун своего соперника. Но это всего лишь третий раунд из десяти запланированных. При таком высоком темпе, конечно же, будет вставать в одно из ключевых моментов. Мне кажется, это функциональная подготовка боксеров. И тут будет очень влиять на то, кто из бойцов будет гораздо выносливее и сможет выдержать именно вот такой темп на протяжении всего поединка. И вот мы на повторе видим тот опасный крюк, после которого успел защититься, уйти в сторону Юрий Кашинский и ударил по туловище еще левый крюк. Четвертый раунд. Снова после отдыха резко стартует Гаррет Уилсон. В принципе, он делает так в каждом раунде. Выходит очень свежим, восстановившимся он после перерыва. Но вот тех атак хватает у него буквально секундки на первую минуту атаки. Хорошее попадание от Юрия. Плотно перекрывается Уилсон. И опасно тоже бьет. Тяжело, тяжело очень тоже бьет Уилсон. Снова хороший боковой справа после джеба от Юрия. Начал пятиться назад, немножко защищаться корпусом. И время от времени вот так остро атаковать. Очень взрывной, надо отметить. Боец Гаррет Уилсон хлестко начинает, быстро взрывается. Тяжело заметить начало его атаки. Продолжает обстукивать Юрия, но плотно перекрывается. Уилсон сосредоточен, сфокусирован он на своей защите, мы видим. Ну и если в предыдущем раунде казалось, что очень сильно утомлен уже Гаррет Уилсон, то вот сейчас начал как будто он привыкать к этому темпу, втянулся в ход поединка. Хорошо попадает, сейчас провалил и тут же наказал своего соперника Юрий Кашинский. Ну надо отметить, из 12 своих поражений только два раза досрочно проигрывал Гаррет Уилсон. Молодец! Руку на место, ноги на место! Руку на место, ноги на место. Хорошая комбинация от Юрия Кашинского, которую он закончил левым боковым. Вот в этом раунде взял такую, можно сказать, попытался взять такую паузу Гаррет Уилса, но на протяжении всего раунда обстреливал своими ударами Юрий Кашинский, американского боксера. И посмотрим, будет ли он менять тактику. Мы видим, практически не шел вперед в этом раунде американский боксер. Прошу нам нашим, слава героям, без пепла восставшим. Ты и я, ты и я, одна кровь, одна семья. Ты и я, ты и я, Русь неизгонная твоя. Ты и я, ты и я, одна кровь, одна семья. Вот нам показывают повторы. В основном это попадание, конечно же, от Юрия Кашинского. Но, несмотря на это, очень опасным продолжает оставаться быть Гаррет Уилсон. Пятый раунд. Бой подходит к своей середине. Посмотрите, это первый раунд, наверное, за этот поединок, когда резко не бросился в атаку, Гаррет Уилсон. Два боковых попытался провести Уилсон, на что пропустил двойку в ответе, очень плотную. Прячется за блок, пытается сократить дистанцию американский боксер. Чуть-чуть внизился темп боя. Тот резкий старт, которым, инициатором которого, конечно же, был, скорее всего, американский боксер Гаррет Уилсон. Немножко потерял он вот этот вот желание идти вперед. Это, конечно, связано с теми акцентированными ударами, которые выбрасывает Юрий. Часто его проваливает. Ну, и поменял немножко рисунок боя и тактику Гаррет Уилсон. Мы видим, он начал выцеливать, много защищаться корпусом. Ну, и вот так вот неожиданно выбрасывать свои удары. Ох, какой опасный джеб. Вроде был достаточно далеко, мне показалось. Уилсон и тут же выбросил такой джеб с передней руки очень неприятный. Меньше минуты у нас остается в пятом раунде. Слава, хороший боковой в обвод блока попадает Юрий Кашинский. Начал дергать и проваливать своего соперника Юрий. Смотрите, какой двойной, сдвоенный джеб попытался ударить сейчас Гаррет Уилсон. Постоянно все паузы заполняет джебом Юрий. Пять раундов позади у нас. Очень яркий, зрелищный поединок. И нас ожидает еще пять раундов впереди. Конечно же, если поединок продлится всю дистанцию. Вот нам как раз показывают на повторах те моменты, когда удалось Юрию провалить своего соперника и тут же контратаковать. Но начал, начал, мне кажется, контролировать ход поединка Юрий. Видит он, но продолжает оставаться очень опасным Гаррет Уилсон. Бьет он очень жестко. И также не потерял он еще к шестому раунду вот эту свою скорость. Но смотрите, уже не так, не стартует он в самом начале раунда. Видимо, начал он рассчитывать все свои силы и стал их рассчитывать на длительное время. Стал экономичнее работать. Сейчас пропустил, мне показалось, левый боковой Уилсон. Но тут же собрался, тут же перекрылся снова в глухую защиту. Начал качать он маятник. На самом деле, в его случае ничего другого не остается. Ему надо постоянно раскачиваться для того, чтобы не быть очень легкой мишенью для Юрия. Юрий, в свою очередь, хорошо отработал сейчас серию из трех ударов. Слово, хорошая атака от Юрия. Не раз он уже попадает вот этот боковой в обвод блока, но продолжает после этого стоять все-таки. Гаррет Уилсон. Хорошо сейчас провалил Юрий. Так как раз-таки то, что просят от него в углу. Тренер подсказывает ему, дай махнуть своему сопернику. Не раз уже кричали из угла Юрию. Просят от Юрия наслаивать одну атаку на другую. После провалов тут же повторять свои атаки. У нас пошла заключительная минута шестого раунда. Больше, больше стал уделять внимание защите сейчас Гаррет Уилсон. Если он в начале поединка шел очень много вперед, то сейчас мы видим, он часто очень стал прикрываться за блок. И реже выбрасывает вот такие многоударные комбинации. Но связано это, конечно же, с функциональным, я думаю, его состоянием. Он стал рассчитывать силы на весь поединок. Понял он, что над ним наскоком так не победить. Ох, как в прыжке мы видели. Левым полуджеб, полукрюк выбросил сейчас Уилсон. Бьет, конечно, он очень остро и нестандартно. Попадание справа от Юрия. Хороший шестой раунд для Юрия Кашинского. Много ударов он точных донес. И, конечно, удачно то, что выставил он своего соперника на удобную для себя дистанцию. И в большей части начинает его расстреливать с дистанции. Нам показывают повтор. Часто очень завершает свою атаку Юрий или левым крюком в голову, или левым крюком по туловищу своему сопернику. Мы видим, очень плотно перекрыт. Смотрите, какой боковой выбросил Гаррет Уилсон. Но видел этот боковой Юрий. Вовремя от него он защитился. Ну и на повторах видно, что очень большое количество ударов Юрия достигают цели. Какие-то попадают, конечно, в блок. Не все удары точны, но они несут свой ущерб, я думаю, конечно, без сомнения. Седьмой раунд. Знаете, как начал вдвоенным джебом пытаться работать Гаррет Уилсон. Очень неприятный этот джеб. И несмотря, что есть преимущество в росте у Юрия Кашинского, успевает он донести свой джеб. Сделал вкусное замечание Виктор Панин, рефери в риме Юрию Кашинскому. Но здесь очень низко подсаживается Гаррет Уилсон. И тяжело понять, когда он подсядет, а когда он останется на месте. Поэтому, я думаю, в связи с этим связано то попадание, которое немного низковато попал Юрий слева. Потому что наклоняется очень часто Гаррет Уилсон. Наклоняется очень он глубоко, подсаживается вниз. Ох, какие два крючка сейчас попытался выбросить Уилсон. Видит, видит все это Юрий. Не серийно работает Уилсон. Одиночными максимум двойными ударами он работает. Но мы видим, хорошо сейчас натыкается на левый джеб Уилсон. Попал сейчас Юрий. Но бьет Гаррет Уилсон каждый удар акцентирован. Каждый удар он очень плотно вкладывается и старается его всадить. Конечно, эти удары забирают очень много сил, но также они очень опасны. А Юрий действует совершенно правильно. Прекрасно расстреливает передней рукой. Но сейчас пытается вызвать немножко на себя своего соперника Уилсон. Опустил руки, он немножко так бравирует. Что ты все делаешь так? Еще! Хорошо, еще! Еще, молодец! Снова хорошая атака от Юрия. Попадание двойка в блок. Плотный через блок. И после провала еще один акцентированный удар слева. Почувствовал, почувствовал Юрий, мне кажется, свой темп. Ну и сейчас монотонно, динамично обстреливает своего соперника. Хороший боковой снова в обвод блока. Закончен седьмой раунд, дорогие друзья. Вот нам показывают повторы, как с двойным джепом начинал этот раунд Гаррет Уилсон. Знаете, какой опасный удар бьет он. Но на месте руки здесь у Юрия Кашинского. Очень размашисто бьет, конечно, Гаррет Уилсон. Но в основном его удары приходятся или в блок, или рассекают в воздух. Чувствуют эти удары. Юрий Кашинский. Восьмой раунд у нас, друзья. Остается еще три раунда у нас в этом поединке. Хорошая комбинация снова. Левый прямой, правый снизу, левый сбоку от Юрия Кашинского. Пошел вперед. Сейчас и наткнулся на три джепа подряд у Юрия Кашинского. Пока ничего не может он сделать. Пытается он где-то и остановиться, и пойти вперед. Но успевает и навстречу попасть Юрий. И также подхватывает его на контратаку. Ну и в те моменты, когда застаивается, Уилсон тут же начинает обстреливать передней рукой, разбивать своего соперника Юрия. На место, Юрия, руки. Правый сбоку, левый накид, правый сбоку. Левый накид, правый сбоку. Дорогу, дорогу. Хорошо попал сейчас Юрий навстречу вправо и тут же стал развивать свою комбинацию. Но пошел и на обострение здесь Уилсон. Без ногу влево. Правый бей заканчивается. Чуть-чуть больше минуты остается до конца восьмого раунда. Отличный боковой от Юрия. Но держит этот удар Уилсон. Ну и продолжает искать свою счастье именно в этом левом крюке, который наносит этот американский боксер. Размашится, но надо отметить восьмому раунду. Он сохранил еще достаточно большое количество сил для того, чтобы попасть. Этот удар акцентированно. Закончен восьмой раунд. Дорогие друзья, два раунда у нас еще остаются в этом поединке. Нам показывают сейчас угол Гаррета Уилсона. Ну а вот лучшие моменты предыдущего раунда. Большое количество очень ударов попадает Юрий. Очень хорошо проходит у него апперкот справа. Мы видим неоднократно он уже попадает этим ударом. И посмотрите, насколько даже такой неточный удар в блок все равно заставил немножко сместиться Юрия, потому что очень тяжело все-таки бьет Уилсон. Девятый раунд. Юра, давай! И это остановка поединка. Прекрасный бой для Юрия Кашинского. Прекрасный бой для Юрия Кашинского. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемые друзья, технический нокаут в девятом раунде поддерживает победу Юрий Кашинский Огромное ему поздравление, без сомнения, уважение его сопернику Прекрасный поединок он сегодня показал, но ничего он не смог противопоставить нашему боксеру Ну и мы ждем продолжения сегодняшнего вечера боев, прекрасного зрелища Ну а нам показывают повторы, лучшие моменты этого боя Ну а ко мне присоединяется известный боксер, это Евгений Чупраков Человек, который также является боксером компании РМК Промоушен Все верно Добрый день, Женя Добрый день Да и следующие бои мы будем комментировать с ним вместе А следующий наш бой, следующий бой нашей программы Это Заур Абдулаев против узбекского боксера Зеведина Тахирова Очень такой серьезный рекорд у узбекского боксера Четыре боя, ни одного поражения И во всех боях он одержал досрочные победы Жень, я знаю, вы тренируетесь в одном зале с Зауром Абдулаевым Все равно являетесь одноклубниками Что ты можешь сказать по поводу его подготовки Да, Заур Абдулаев очень хороший боксер, очень интересный Он недавно появился в нашей, так сказать, команде РМК Да, бои проводит, делает красивые бои, действительно достойные Особенно, когда мы с ним спарринговаемся У меня шутка такая, я всегда шучу Заур говорит, твоими плечами можно воротить в горы Сильно у него плечи здоровые, так сказать, да Бьет сильно, хорошо бьет Мы с ним уже спарринговались, работали Я слегка, как бы, поучаствовал в их подготовке к этим боям То есть, да, могу сказать, что Заур очень хороший И тут получилось, как Должен был боксировать он с Рустамом Абдулаевым Да, но там какие-то произошли такие моменты, что с заменой И вот у нас сейчас, получается, черная лошадь, так сказать Мы не знаем его Я лично его не знаю, то есть я, извиняюсь, может, да То есть люди знают Да, действительно, это боец не так сильно известный Мы знаем только его рекорд определенный Причем, который в основном он набил В основном эти все его бои он проводил в Узбекистане Ну, тоже, как бы, это не с плюсом, я считаю Хорошо, когда человек боксирует на разных моментах На разных площадках, в других странах, на других рингах Ну, посмотрим, все, впереди сейчас Заур Я говорю, то есть я в этого человека верю